Раз в неделю Именно столько достаточно взрослым людям для полного удовлетворения В этот день у неё не болит голова А он не ссылается на занятость и плохую экологию Раз в неделю мы запираемся в студии вдвоём И предлагаем всем желающим присоединять Остроумный аналитик Михаил Губин И эксцентричная болтушка Элеонора Рузвельт Делают это, это в прямом эфире Радио Болтком Раз в неделю, каждую среду в 15.00 Добрый день Здравствуйте Вы все радио Болтком, программа раз в неделю Самая познавательная, разговорная и тому подобное программа в нашем радио Безусловно, самая рейтинга, я не стою это повторять Эти мудрые слова произнёс только что Михаил Губин Великий латвийский журналист А меня поддержала бы стать Элеонор Рузвельт Я очень, да Звук режиссирует у нас Константин Рост И в студии сразу назовём телефоны 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 И как ранее мы приглашаем в нашу передачу Наш современников, известных людей Занимающихся каким-то увлекательным делом И при этом самих искренне им увлечённых Точно Ничего же не изменилось Абсолютно И к сегодняшнему нашему гостю Вы знаете, у нас нету эпиграфа Может, это к лучшему Какого-то разящего Но есть какие-то, я бы сказала, горестные измышления Которыми, позвольте, вот мы, значит Я попробую сейчас поделиться Миша свечо опровергнет или добавит Делитесь Вот, понимаете Нет, сейчас, где мой листик? Где же измышления-то? А-а-а Я не могу измышлениями без листика Листика у меня украл Денис Денисов на принтере Как я и подозревала Вот так Поэтому всё будет хуже Измышления примерно такого рода Вот, живём мы, значит, смутные После кризисной времена Происходят всякие удивительные вещи Мавроди восстал, МММ вернулась По телевизору показывают, значит Ледяева и его церковь Что уже мы думали не повторится Какие-то происходят ещё вот такие Значимые события И огромное количество При этом, значит, существует Всяких мероприятий Которые можно посещать Для улучшения качества жизни Видимо И нервного состояния Семинары Тренинги Коучинги Коучинги ещё есть Коучинги есть, да Эзотерика Духовные практики Парапсихология В том числе, возможно, астрология Астрология? Это хорошо Сейчас я волнуюсь просто очень-то вспоминаю Экстрология И значит, да И всё бы это, в общем-то, безусловно Имело право на существование Ко скоро это людям помогает Они хотят это посещать И личное дело каждого Опять же, мы только рады Что это, значит, на пользу Однако есть такой момент Это всё стоит каких-то больших денег Вот в моём понимании Меня и всё волнует насчёт денег Сразу меня разволновала эта тема Как правило, вот какая-то средняя Цена такого мероприятия Она начинается от 10 латов 10, 15, порой даже 20 латов Научат счастью Дают советы Откроют космическую поповину Но всё это за какие-то вот такие Увесистые деньги Да, то есть вы бы пошли бы, но денег жалко Я бы, конечно, меня жаба Откуда у меня порочные женщины Такие деньги, да А я ведь тоже заслуживаю счастья Или хотя бы ключей к нему Казалось мне Поэтому мы пригласили гостя Ни в коем случае не хочется Обобщаться вышеперечисленными Но, возможно, он поможет нам В ситуации разобраться Вот так вот Да, отчего, собственно, и произошло наше с ним знакомство У нас в гостях уважаемый астролог Александр Соколов Здравствуйте Здравствуйте Вот, собственно, такая ситуация Поскольку мы не являемся специалистами К позору своему Мы, значит, как сказать Не пытаемся даже разобраться в астрологии В том смысле Многие же говорят, это наука Лженаука, да, всякие мнения есть Это научное оккультное учение Использующее веру в связь между земными событиями И положением планет Солнечной системы Да Это тоже можно как бы об этом говорить Но это даже не главный вопрос Главный вопрос Почему такие деньги взымаются? Ведь если это какое-то такое Ну, что нельзя делать, как барды На бутербродах, на доверии Ну, два латика за вход как-то Это если вы несете людям добро Ведь вещь такая все-таки Это не предмет, не товар, не концерт Какого-то исполнителя, да Вот как это, Александр, как это все следует оценивать Ориентироваться в такой ситуации А почему вот таких денег все это стоит? Как вам кажется? Я поделюсь своим мнением У каждого человека есть свое Я предлагаю всегда раскладывать котлеты отдельно Мухи отдельно Значит, гороскоп, который любой астролог использует Для суждения об окружающем мире Содержит определенное количество элементов И каждый элемент ответит за что-то свое В частности, есть первый уровень полноты Это тройственность И в Библии Троица, и в любой культуре Тройственность Это физическое тело и материальные интересы Это эмоции, чувства И третье – это интеллект, разум и так далее И у каждого человека есть все три составляющие Но в разных пропорциях Поэтому одни люди, скажем, эмоционально ориентированные Это гармония, красота, музыка, любовь и так далее И так далее – это воздушные замки И если у них сильно преобладает акцент вот этого начала Они могут забыть о материальном и так далее Могут наоборот Существуют музыканты, которые думают прежде всего о копейке Точно так же речь идет о интеллектуально ориентированных людях И в конце концов есть люди, ориентированные именно на реализацию своей энергии Которую в таком случае чаще всего они называют энергетика И материализованная эта энергия, безусловно, приносит большие деньги В каждом конкретном случае, когда просят денег Надо рассматривать, кто этим занимается И наполовину сразу станет ясно, почему Я закончу два слова буквально Например, я всю жизнь, я больше 20 лет преподаю астрологию У меня лекции всегда были благотворительной частью моей работы Потому что я занимаюсь тремя вещами Делаю прогнозы Индивидуально консультирую это раз Преподаю два И популяризирую всеми возможными средствами Три, и в частности пять лет У меня была еженедельная телевизионная передача на латвийском радио И на мои, например, лично мои лекции Часть людей вообще приходит бесплатно Допустим, сейчас вот я участвую в проекте Который организует достаточно крупное объединение партнеров И они там какие-то билеты продают Я даже не знаю точно, где и какие Биллишу сервис по цене 10 латов Вот, кстати То есть речь, видимо, идет о том, что необходимо оплатить зал А вы не знаете, сколько стоит билет на ваша мероприятия? Я знал приблизительно То есть там какие-то есть расходы, которые, так сказать, необходимы Поэтому я думаю, что... Но, если мы говорим вообще о эпохе И, скажем, материальной подоплеки Я, честно говоря, не думаю, что мы сейчас живем во время Которое чем-то отличается от того, что было 10 лет 30 лет или 50 лет назад Я очень хорошо помню те времена Я уже не молодой человек Я помню, как приезжали с лекториями московские экстрасенсы Когда я поступил в медицинский институт в 73-м году Я помню, какая волна потрясающая была Интересы к астрологии и так далее Которая, кстати, была предопределена астрологическим положением В конце 80-х, особенно в начале 90-х годов Когда на каждом углу, в каждом доме были школы Поэтому я думаю, что сегодняшнюю ситуацию Я бы не стал выделять как какую-то особенную Да, из покой веков так было, да? Да, у вас преобладает материальная... Очень сильно преобладает Это позор мой Возможно, от этого, кстати, можно излечиться Позитив лекцию Как мы узнали, что у Александра Соколова мероприятие? Собственно, на Фейсбуке На котором, значит, очень это все наглядно Знаете, вот друзья приглашают друзей Хоп, ты где-то уже в каком-то семинаре Смотришь, как бы все радостно Конкретно мы узнали, что известный астролог Влогер Александр Соколов 15 июня проведет семинар, который называется Золотой ключик или зачем нужен гороскоп современному человеку Правильно же, да? Абсолютно Вот, каждый может стать числем Если реализует потенциал Солнца в своем гороскопе В яркой, живой, непряжеленной форме Астролог расскажет о революции, произошедшей в доме астрологии В конце 20-21 века О том, как построить дом счастья Каждой отдельно взятой душе 15 июня в Малом зале отеля Рига Бульвара Спази 22 С 6 вечера Начинается это и напоминаем стоимость 10 латов И вот, понимаете, на этих 10 латов все срубает Почему 10 лат, почему не 2? Вот почему Мне кажется, что можно ли Вообще, вот это, наверное, давайте зададим, если можно, публике Так же вопрос, сколько должны стоить По вашему услуге астролога И можно ли вообще за это брать деньги И в каких случаях Вот именно с точки зрения проклятых денег Я скажу, я косвенно участвовал в диспуте на эту тему Когда обсуждался вопрос стоимости Вот участия в этом семинаре По сути, сложился новый проект Этот проект очень крупный, международный То есть есть партнеры в Нью-Йорке В Москве, в других странах И речь идет о том, что В наше время людям все-таки живется Скорее тяжело, чем наоборот И все-таки есть люди, которые Достигли каких-то высот У которых внутреннее состояние Которым вполне позволяет сказать, что они счастливы И поделиться с другими своим опытом Ну, есть кто-то, кто вот просто думает Я так считаю, вот я так сделал И мне хорошо, почему бы вам нет Есть люди типа меня Которые вообще со стороны судят Рационально анализируют ситуацию И видят теоретические основы Для того, чтобы человек мог действительно Облегчить свою душу Стать ближе к вот этому счастливому состоянию И так далее И, возможно, организаторы этого проекта Просто исходили из того, что Все-таки в своем кругу Среди, так сказать, любителей астрологии И так далее Ну, люди меня достаточно давно знают Я уже говорила, что у меня во второй половине 90-х Была очень популярная телевизионная передача То есть, есть огромное количество людей Которые, может быть, они не придут на этот семинар Потому что они Кто-то ходит ко мне непосредственно на консультации Кто-то еще Но дать такую возможность И, в общем-то Это как бы первое такое Может быть, первое мероприятие В рамках этого проекта Поэтому, может быть, это блинком Может быть, действительно Это дороговато Мне трудно сказать Это, наверное, практика критеристин И жизнь расставит А вы до этого ничего подобного не делали? Нет, я не участвовал в таких проектах Я, как бы, птица одинокая Но вы зарабатываете астрологией Кормитесь ее именно Я на данный момент Зарабатываю только астрологией Хотя я умею делать много других вещей Я профессиональный фотограф, помимо прочего У меня за плечами 20 лет работы реаниматологом В первой больнице рижской И так далее Но уже долгие годы Астрология – это источник моего, так сказать, дохода Судьба у вас вообще действительно удивительна А как это вы 20 лет отработали доктором? Обычно же, но врачи такие циничные Как бы в тонкие материи эти все наоборот Не верят А как случилось, что вы И вот и то, и то Такие две какие-то противоположности Насчет цинизма Это первое, о чем хотелось бы сказать Два слова Киники в Древней Греции Философы были ориентированы На соображение здравого смысла И в этом смысле цинизм Это очень, на мой взгляд, полезная штука И вам как овну это тоже хорошо должно быть знакомо И я это знаю Я как овен, да Что касается прочих там проявлений брутальности Вы знаете, опять же, все зависит от индивидуального гороскопа Например, в моем гороскопе, лично моем Очень сильно акцентирована планета идеалов И поэтому я и в детстве музыкальную школу закончил И у меня мама преподаватель рисования И я с детства занимаюсь всеми видами изобразительного искусства И закончил курсы ювелирного дела и много чего другого Понимаете, поэтому каждый по-своему Для меня, в моей жизни существует огромное количество возвышенных вещей И я совершенно этого не стесняюсь Это определенно вашим гороскопом, да? И получается, что астрологом может стать человек с определенным гороскопом Абсолютно точно И я могу по пальцам, да то есть по пунктам перечислить Какие признаки в гороскопе существуют того Что человек может стать астрологом Очень сильно интересоваться Или даже профессором Мы думаем, что мы только определенного знака Или это ко всем знакам? Нет, нет Вообще история со знаками Это колоссальная Такой прекрасный Один из первых примеров Использования технологий в 20 веке В начале 20 века Один знаменитый астролог Не буду называть его имени Получил такое количество заказов Что не справлялся с удовлетворением этих запросов И решил сузить Не индивидуально работать А просто вот посмотрел там солнце в таком-то знаке Вот для вас то, для вас это и все На самом деле прогнозы для знаков не астрологичны И сколько я работаю, это больше 20 лет Столько я борюсь с журналистами Которые требуют сделать прогноз для знаков Если вы посмотрите в любых средствах массовой информации Не говоря об интернете Мои прогнозы основаны совершенно на другом Они основаны на тех или иных соотношениях планет на небе А эти как бы проявления, влияния, не влияния Проявления этих констелляций в нашей земной жизни Они известны с древности Просто со временем эти представления совершенствуются и уточняются И вот это есть астрологичное То есть то, что печатают в газетах, это все ерунда? Нет, не все ерунда С каждым годом появляется все больше все-таки образованных астрологов Все-таки в Советском Союзе 50 лет астрологии не существовало как таковой Сейчас уже существует уже 23-4 примерно летняя традиция Уже официального преподавания астрологии В советском и постсоветском пространстве И уже сегодня существуют профессиональные люди Которые делают правильные прогнозы Их надо просто найти для себя А вот знаки вы говорите Ну то есть правильно все же предполагать Что какие-то есть черты присущие там какому-то знаку Или это вообще все совершенно Однозначно Дело в том, что гороскоп представляет из себя картинку Символический рисунок В котором в центре Земля А по разные стороны Земли расположены те или иные планеты Включая Солнце и Луну Которые, кстати, на небе визуально одинакового размера И в гороскопе приблизительно одинакового значения При том, что положение Солнца сегодня знают все Вы знаете, что в день вашего рождения оно было в Овне У кого-то оно было в Деве У кого-то еще А где была Луна в момент рождения этого человека Большинство просто не знает А ее роль ничуть не меньше Не говоря о восьми других основных проблемах Ну хорошо, а как же это узнать? Получается все? Не знаешь и все Два варианта Один вариант, вам это рассчитает астролог Второй вариант, в интернете сегодня полно онлайн программ Где просто вводишь И легко нагуглить такие сайты Вводишь дату рождения Особенно если знаешь время, место И получаешь картинку И в принципе чаще там еще и описание есть Так что сегодня это уже не препятствие Ну в интернете огромное количество и информации дискредитирующих астрологию То есть проверить то и другое крайне сложно Вот там утверждается Психолог Бернард Сильверман В каком-то там году Не очень далеком изучил дату рождения 2978 семейных пар И 478 разведенных Большинство астрологов заявляют Что успешно определяют по знаком зодиака Совместимые пары ли в браке или нет Сильверман сравнил Предсказания с действительными результатами Нашел никакого совпадения Несовместимые по знаком зодиака Мужчины и женщины женились, разводились Не чаще, не реже, чем совместимые Проверить этот факт тоже нельзя Был ли Сильверман Ну то есть можно, видимо, да Если очень сильно потратить время и усилий Вполне мог Но дело в том, что человек занимался изучением среднебольничной температуры То есть, как я только что говорил В гороскопе есть огромное количество элементов Гороскоп абсолютно индивидуален И гораздо более специфичен, чем отпечаток пальца И точно так же, как придет хирург в больницу И всему отделению сделает операцию от печени Или он обследует больного Получит папку анализов различных обследований Результатов обследования и так далее И одного конкретного больного прооперирует Учитывая все нюансы анатомические, физиологические и так далее Понимаете разницу? Поэтому и эти все исследования антиастрологические Как правило, они проводятся непрофессионалами То есть, они вообще не понимают, что там можно опровергать или доказывать Был один такой человек, Мишель Гокленн, в середине 20 века Он был статистиком-ученым И при этом увлеченным астрологом И несмотря на то, что он посвятил многие годы своей жизни И со своей помощницей, супругой Они десятки тысяч гороскопов проанализировали Это тоже не дало таких уж окончательно доказуемых результатов Хотя кое-что он прояснил То есть, на самом деле, это занятие ближе всего к искусству Ни в коем случае вы как-то вначале упомянули, что вот наука или там дисциплина Я как раз... А, дядя Миша говорил Я зачиню формулировку Наукал же, наукал Одна из, кстати, миллионов формулировок Для меня, например, самая любимая формулировка Ее дал один американский астролог Очень коротко звучит Астрология – это самый сложный язык описания мира Ну, это немножко в сторону А вот насчет доказательности и недоказательности У меня был один коллега, когда я работал в больнице Он занимался в экспериментальной хирургической лаборатории Он сказал, когда ему задали какой-то вопрос сложный Он сказал, ну, это Нобелевкой пахнет А я, когда меня спрашивают, как это действует Отвечаю, что тут и Нобелевки, и хватит Потому что в обозримом будущем я не предвижу, чтобы были объяснены механизмы Как непосредственно на нашу жизнь влияют вот эти небесные картины Однако, я могу как бы направление поиска Не то, чтобы предсказать сегодня Многие это тоже знают и согласятся Что жизнь на Земле – это тонюсенькая прослойка на поверхности планеты Которая, конечно, полностью зависит от состояния космоса Вспыхнет ли там новая звезда или пятна на Солнце Или Марс приблизится просто по орбите Или еще на нашей планете происходят какие-то сильные возмущения В конечном счете астрологи занимаются тем, что отслеживают Или используют знания о очень тонких влияниях Которые, ну, их как бы механизм абсолютно неизвестен Но вот такие дисциплины, они известны с древности Называются эмпирическими, когда понятно, что будет Но непонятно, как это происходит И, ну, извините, медицине там тысячи лет А только последних там несколько сотен И то не полностью Медицина становится потихонечку более научной Астрология пока еще столь научной не стала Сегодня очень много художников, балбесов Кого угодно в астрологии Но есть и люди И вот я тоже стараюсь этим заниматься Которые... Нельзя сказать, что для меня астрология – наука Она не наука Она пока что не удовлетворяет этим требованиям Но в астрологии можно исповедовать научный подход Критерием которого является, например, одним из критериев Повторяемость в эксперименте, которая дает возможность предсказывать Если с какой-то периодичностью это все повторяется, происходит Можно предположить, что оно снова, да? Да, не с периодичностью, понимаете Можно использовать огромную совокупность наблюдений Прежних поколений астрологов И прогнозировать вещи, которые я в своей практике пока еще не видел Однако я это пытаюсь сделать И оно на самом деле происходит, понимаете То есть, правда, это повседневный, круглосуточный, непрестанный поиск Это творческий процесс Но это не наука Будем разбираться дальше в этом сложном и тонком деле Сразу после перерыва на новости На одной волне с городом Радио Болтком Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В студии по-прежнему Михаил Губин И Леонор Арузович Константин Роззвукорежиссер Телефоны в студии 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9-9 Ждем ваших звонков У нас в гостях астролог Александр Соколов Да, мы поняли вот с предыдущей нашей беседы Что вы не считаете астрологией наукой Что для вас это что-то сродни искусства И что вы не понимаете, как могут влиять все это звезды на судьбы, грубо говоря А может быть, никак их не влияет? Может быть... Может, это обман глобальный? Не обман, а самое такое заблуждение Нету никакой корреляции между положением небесных светил в момент рождения человека И в особенности его там жизни и прочее Вы очень грамотно вывернули перчатку нужным пальцем в сторону Но я немножко поправлю вашу формулировку Значит, я сказал, что все-таки наука сегодня пока более искусства, чем наука При этом я более ориентирован именно на научный подход Это раз Как действует, не понимает никто И это не мешает использовать знания, которые и пришли из прошлых веков И к тому же очень интенсивно сегодня пополняются Но действует Действует однозначно Для меня всегда основой был принцип практика критерий истины И я рассказываю только о том, что мною многократно проверено Вот это основа моей работы Давайте, пожалуйста, примем звонок Алло, здравствуйте Алло, слушаю вас Говорите Да-да-да, здравствуйте Здравствуйте Хотел спросить господина астролога Вот на радио ком 100% На телевидении 100% Что 100%? В астрологии сколько процентов? Чего процентов? Видимо, по подробности Евреев Евреев? Нет, евреев Здравствуйте, антисемит! Как мило А как вас зовут? Вопрос В астрологии, я скажу, меньше А все Да? Да На самом деле нет Это абсолютно не связанная с национальностью Зато сильно связанная с полом профессия С полом? С полом Женщин мало? Женщин, преобладающие большинство Ах, наоборот А почему-то женщины склонны ко всяким, наверное, таким звездам Знаете, что означает слово астрология? Почему оно так звучит? Астрон – звезды, а логос – это знание Но в древности астрологию назвали астрологией потому, что обнаружили, что звездные положения больше всего влияют на эмоциональность человека, на его состояние И после этого стали называть эмоциональные состояния астральными И поэтому астрологические и астральные – это родственные понятия, потому что больше всего реагирует на положение звезд наша эмоциональность А женщины, как известно, для женщины эмоциональность гораздо важнее, чем для мужчины, а для мужчины, соответственно, интеллект. Поэтому женщины более часто и гости у астролога, кто бы он ни был, и если уж они занимаются профессионалом. То есть, есть акценты гороскопа, которые заставляют любого человека сильно заинтересоваться и, может быть, стать профессионалом. Но мужчины, скорее, этот акцент используют для других дел, а вот астрологами станут женщины. Да, звонит какой-то слушатель, впрочем, он отчаялся, а вот и звонит он снова. Молодец, будем надеяться, что это на комментарии по теме обсуждаемость. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот вы упомянули предрасположение к астрологии. Вот какие знаки указывает, мне интересно, чтобы быть успешным астрологом. И какие знаки примерно основные в гороскопе на это указывают? Ну, я вам отвечу очень просто. Во-первых, знаки – это тринадцатый по счёту фактор, который поможет нам разобраться в вопросе, но они тоже существуют. Если вот просто о знаках говорить, то это водолей, это знак, которым управляет уран, это так астрологически называется, а уран – это планета астрологии. А дуина, иначе говоря, это планета, которая ориентирует человека на достижение истины, на точность суждений, на конкретику, на скорость всего, что происходит и так далее до бесконечности. То есть то, что в математике годится, годится и в астрологии. И ещё другие знаки, которые, может быть, акцент которых в гороскопе, ведь гороскоп – это не один знак, гороскоп – это совокупность. Но есть и акцент знака, который, ещё акцент, как минимум, двух знаков, которые способствуют тому, чтобы человек продвинулся в разных профессиях, но в астрологии, в том числе, причём это статистически доказано. Это овны и скорпионы. – Так вот, Элеонора, у вас есть все данные. – О, что вы, не с моим умом. – Вопрос к гостю по нашему чату на сайте mixnews.lv. Чего ждать? Вопрос к гостю, что произойдёт в декабре 2012 года? – Да, но это вот, возвращаясь к популярной теме апокалипсиса, скажите, какие у вас ожидания? – Ну, у меня никаких ожиданий. У меня очень давно журналисты бомбят этими вопросами. Я и сам себе журналист, я веду блог уже шесть лет. – Отличный. – И на нём, его адрес astroscope.lifejournal.com, в моём блоге можно на эту тему почитать статейку, которая была написана, я не знаю, года полтора назад, где я писал, что конец света в декабре 2012 прогнозируют люди, которые слышали звон, но не знают, где он. Астрологических оснований для конца света никаких не существует. Более того, сегодня в интернете абсолютно большинство астрологов именно так и высказывается. То есть, их просто много, даже в Латвии несколько, уже декларируют такую позицию. Но я это сказал очень давно. И что будет? Вы знаете, когда говорят, что нас ждёт, я всегда отвечаю, давайте построим ваш гороскоп и посмотрим. Потому что вот война, вроде беда и для всех. Но нет, кто-то продаёт лекарства, кто-то оружие и прекрасно обогащается. Вот благоденствие, но кому-то не повезло и у кого-то умерла бабушка. Понимаете? То есть, нет вот хороших или плохих времён для всех. И как в медицине, которая для меня, так сказать, колыбель моего, не знаю, культурного, так сказать, развития, так и в астрологии. Я прежде всего исповедую индивидуальный подход. Я не могу прийти в отделение, лечить в одно отделение печень, а в другое отделение голову. Меня интересует, что у тебя конкретно, какой у тебя пульс, что у тебя в глазах трепещет и так далее. Возвращаясь ради Бога к наверняка не очень деликатному изначально заданному вопросу. А сколько, может быть, в среднем стоит консультация вот индивидуальная у астролога? Очень по-разному. Астрологи иногда принимают за 5, за 20 латов приём или за, не знаю, 10 латов в час. У нас астрологи, которые чувствуют в себе большой опыт, которые имеют имя, которые работают в школах. Индивидуальная консультация, в принципе, вот по Латвии я думаю, что это где-нибудь 20-30 латов в час. Другой вопрос, что один человек умеет в зависимости от поставленной задачи либо суть объяснить за 5 минут, либо очень подробно описать всё, что нужно за 4 часа. Есть люди, которые вот просто почасово что-то делают по какой-то схеме. Астрологи очень разные. У меня вообще есть одна любимая фраза, когда я редактировал астрологический журнал, который мы издавали два с лишним года в Латвии, «Астрология спасала». Мои даже коллеги, редколлеги не совсем понимали мою любимую фразу «Сколько астрологов, столько и астрологий». А подразумевается в этом следующее. Астрология как совокупность техник – это полпроцента, так сказать, всего, а 99,5 – это авторская позиция, человеческий фактор, это мировоззрение астролога. Оно не может быть одинаковым. А радиослушатель настаивает, речь не о апокалипиции. Предполагалось получить ответ – парад планет. Или вы с планетами не работаете. Это я сбила, извините. Я отвечу и на эту часть вопроса. Значит, парада планет в декабре не предвидится. Не знаю, кто и навел, и каким образом вообще что-то напутано. Кто-то говорит про майянский календарь, кто-то и переключение эпохи. Там совсем другая, кстати, тема. Не будет парад планет, не будет декабря. Ну, это хорошо, что не будет, да? Конечно, зачем вам? Спасибо. И парад планет тоже упомянут в том же самом посте в моем блоге. Но и об этом я расскажу два слова. Парадом планет называется ситуация, когда планеты находятся на половине зодиака и теоретически могли бы быть видны над горизонтом. Теоретически, потому что когда Солнце светит, мы этого просто не можем видеть, хотя они все над горизонтом могут быть расположены. Так вот, такое состояние складывается в космосе очень регулярно. И никаких проблем не происходит, несмотря на то, что об этом некоторые умники зловещи. Ну, как бы у тем, как карнавала не будет тем не менее, да? Разрывает телефон, подоспели слушатели. Давайте принимать звонки. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Извините, я вот включил радио и услышал фразу. Это касается обнов и скорпионов. Нельзя ли повторить, что их касается? Вы как обновили, как скорпион, спрашиваете? Я отвечу сразу. Да? А я сам омен, а сын у меня скорпион. Ах, вот сразу. Сейчас ответим. Сразу отвечу. Это два знака, которыми управляет по старым представлениям Марс, а по новым представлениям Скорпионом управляет еще более мощная планета Плутон. Мощная в астрологическом смысле. Но почему я о них сказал? Потому что именно представители этих знаков более энергичны в повседневной деятельности. И если уж они займутся, в том числе наша речь, мы вели речь об астрологии, но это не только астрологии касается. Именно эти люди, они просто жестче принимают решения, настойчивее добиваются целей, и поэтому добивают все лучше. Я с огромным рвением хочу нажимать на эту кнопку, потому что слушатели звонят. Здравствуйте. Я с огромным рвением хочу нажимать на эту кнопку. Алло. Здравствуйте. Задавайте вопрос, пожалуйста. Так, у меня вопрос такой. Я много лет интересуюсь астрологией, и хотела бы спросить вас, вы не подскажете, могу ли я профессионально заниматься астрологией? Я по гороскопу рак, а студент у меня, значит, то есть начало первого дома в Ольве, 28 градусов, на Уране и восходящем узле. Понятно. А вы поняли, да? И дальше в 9, 7 градусов Марс и 9 градусов Плутон. Давайте я вам сразу отвечу. Во-первых, место ваше в Париже, потому что последние градусы Льва, они однозначно ориентируют человека на Париж. В Париж, срочно вам Париж и Париж. Уезжаю, я венспус и уезжаю в Париж. Не, обождите, обождите дальнейших. Париж и Парга – это места, где вы будете, безусловно, чувствовать себя комфортно. Ну, это шутка, конечно, но. Если у вас восходит Уран, если я правильно понял, то это уже сильнейший акцент именно планеты астрологии, который всегда будет делать эту дисциплину для вас привлекательной. А вот сможете ли вы работать профессионально, зависит от аспектов Урана. Желательно, чтобы были напряженные аспекты к Солнцу, Луне, Юпитеру или Меркурию. Есть еще один нюанс – это акцент Водолея или, соответственно, одиннадцатого дома. В одиннадцатом доме у меня Солнце, оно находится в Раке. Вы прирожденный астролог. Спасибо. Класс. Удачи вам, удачи вам в ваших начинаниях, да. Слушайте, ну, конечно, как музыка это звучит, вообще ничего не понятно, но так Уран там, напряженный аспект в доме. Я вам скажу, дело в том, что это язык, я вот сегодня уже сказал, что это язык описания мира. Есть физика, есть химия, есть, может быть, психология, как язык описания состояния души. Есть астрология, как самый систематизированный язык описания мира. То есть астрология работает символами, и если мы знаем значение этих символов, если мы совершенствуемся в их понимании, нам проще описать любую ситуацию. Вот у меня по этому поводу очень наболевший вопрос. Конечно, в моем упорочном понимании, женщина по телевизору, которая представляется астрологом, астрологом и является. Я вот люблю передачу «Давай поженимся». Может, вы видели вдруг, там астрологиня такая, да, сидит в конце, очень милая девушка. Я ей как-то вот, в моем понимании, она астролог, распустили пока. Вот она сыплет какими-то постоянно, вот там, я очень топорная, там, солнце в том-то доме, луна там с ураном, все туда, и каждый раз она на основании этого делает какие-то выводы. Это значит, что у вас такой-то характер, это значит, что ждет вас то-то, это значит, что действительно ли это вот все эти мелкие аспекты каждый раз имеют значение, и вы, в смысле астрологи, умеете их толковать. Или это человек просто по ощущениям вот делает, или это язык существующий. Значит, давайте по порядку вы сконструировали определенное пространство, поэтому я пока по шагу выскажусь по тому, что вы сказали. Значит, во-первых, об этой передаче. Передача, особенно на российских центральных каналах, это очень жесткое и коммерческое пространство, и там люди вынуждены говорить не то, что хотели бы, или что сказали бы в свободной домашней атмосфере или там на работе, они должны встраивать свои высказывания. То есть, отчасти поэтому речи астролога в этой передаче, они, может быть, не совсем такие, как она могла бы. Астролог, которая там сидит, она грамотный астролог, это однозначно. Это вот нормальный астролог и есть, да, такой контакт? Я буквально две минуты однажды услышал то, что она говорит, и видно, что это человек, понимающий, о чем говорит дальше. Если же говорить о самой астрологии, вот всей этой терминологии о том, что и как и почему, безусловно, конечно. Именно я, например, когда консультирую конкретного человека, я с одной стороны, и это, может быть, самая сложная в нашей работе, с одной стороны я стараюсь говорить человеческому. Когда я только начинал работать, у меня были язвительные друзья, которые мне говорили, а теперь переведи на человеческий. И я стал этому учиться, ну вот 20 с лишним лет учусь и не уверен, что доучился до конца. В то же самое время я любому своему слушателю или клиенту объясняю, что именно Солнце вот в таком-то месте дает вам те или иные качества, а вот этот элемент – те или другие. Потому что я использую символы, если один раз человек это поймет, дальше ему, дальше он экономит кучу времени для понимания. И последнее, и последнее. Когда вы говорите, вот астролог сказал, это у вас так, это у вас будет, это то. Это самый, наверное, больной вопрос астрологии – будет ли или может быть и является ли или могло бы быть. То есть, анализируя гороскоп, я никогда человеку не объясняю, что ты такой, такой и такой. Я говорю, что вот эти акценты проявляются или в том, или в том, или в этом. И человек что-то обязательно распознаёт, в себе идентифицирует, что-то для него в нове, и он об этом задумается, и если ему захочется, он в себе это раскроет, потому что оно точно есть. Но ведь наверняка существует какое-то трактование, ну как это, основы какие-то, где расписано. Вот Уран с Плутоном, так-то вот это значит то-то, там нежность. В смысле участников? Да, да, да. Конечно, огромное море литературы существует. То есть, люди астрологи это всё учат, да? Да, конечно. Вот это вот то-то, значит, такое комбинацию. Тогда мы вас проверим, если вы позвоните. Потому что, да, значит, это всегда весело, правда, Миша? И тем более вы докажете свою решительную компетенцию, уверены мы. Мы взяли, значит, из вашего замечательного ЖЖ, который, кстати, очень всем нравится, ещё раз позвольте его восхититься, похвалить, взяли вот какие-то предыдущие ваши прогнозы. И мы сейчас очень грубо, значит, какие-то, значит, как это называется, процитируем моменты какие-то. Вспомните ли вы, что вы утверждали, значит, такая или другая комбинация светил? И приблизительно, что это может быть, да, что это может быть, да. А мы, значит, это самое. Например, вы прогноз на март делали такой, говорили. Сейчас. Маленькая, но приятная конфигурация, в основании которой лежит трин Плутона и Юпитера. Эта комбинация способствует чему? Она может, какого рода проблем? Сказали вы. Трин, Плутона и Юпитера. Решение материальных проблем. Материфинансов – проблем. Конечно, потому что эти планеты расположены достаточно долго в земных знаках, которые всегда нас делают озабоченными материальными вопросами. Кроме того, Плутон – символ финансов, Юпитер – символ благополучия и роста. К тому же, Трин – это треугольник, который был замкнут третьей планетой в Тельце. И март этого года однозначно был лучшим месяцем 2012 года. Отлично аспектированный Юпитер. С 4 июня, это уже, значит, прошлый лет, по-моему, с 4 июня находится в Тельце. Будет таким образом стимулировать какие качества? Юпитер в Тельце? Да. Трудолюбие, интерес к собственному телу, способность делать красоту и заниматься фитнесом. Все про трудолюбие, бережливость, худеть все будут, да. То есть это все имеет значение. Насчет худеть не совсем Юпитер. А какое? Это очень важно. Худеть – это тормоз, это Сатурн, скорее. Вот моя одна коллега из России, с которой мы обменяемся впечатлениями в ЖЖ, как раз недавно в одном из комментариев написала, что в течение последнего полугода она как раз неуклонно худеет и спросила, почему. И вот мы с ней обсуждали. То есть это, безусловно, влияние Сатурна. Да, читатели, значит, в видеочате настойчиво требуют пароля, по которому они могли бы бесплатно пройти на ваши лекции. Спрашивают, какая судьба ждет Латвию, если это самое, ну, в честь ее день рождения. И что еще? Да, угрожает вам, как слов, кастром инквизиции. И еще спрашивают насчет этих самых, что должно быть в карте успешного профессионального дизайнера. Отлично. Значит, что касается пароля, то вопрос не ко мне. Существует проект, и в Фейсбуке, по-моему, была основная реклама. И туда можно, там можно поискать и найти организаторов, и к ним обратиться. Я не знаю, что они скажут на это. Второе. Какая судьба ждет Латвии? Насчет Латвии есть раздел астрологии, который занимается судьбой государства. Это называется мунданной астрологией от слова «mundus mir» к латым. Я в курсе, но не занимаюсь специально этим вопросом. И судьба Латвии, полагаю, зависит не от ее гороскопа, а от трения империи. И вот Латвии так посчастливилось попасть, так сказать, между жерновами. Я думаю, что пока империи не уймутся, в Латвии сильно лучше не станет, как ни печально. И дизайнер интересуется своими. Что касается дизайнера, насчет костра, вы пропустили костра, я не боюсь, даже наоборот. Я очень огненный человек, и любой, кто интересовался астрологией по моим речам, это поймет. Что касается дизайнеров, то дизайн – это умение выстроить элементы в систему. Поэтому акцент Козерога – раз. Акцент Сатурна, который управляет Козерогом, где бы Сатурн не находился, в каком бы знаке, но для этого надо гороскоп строить, это два. Но дело в том, что это никакие попало гаечки или диски, гнутые от Жигулей. Это все-таки что-то связано с украшением, красотой, эстетическими какими-то представлениями, элементами. Это, безусловно, Венера. Ну, может быть, еще Нептун. Значит, есть такие люди, в гороскопе которых есть соединение Сатурна с Венерой и так далее. То есть, понимаете, ответить в такой вот светской передаче на такой очень конкретный вопрос невозможно. Надо делать индивидуальный же аспорт. Логики продолжают поступать. Время есть еще у нас? Да, давайте очень быстро примем еще звоночек. Здравствуйте. Алло, а вот не дождался слушатель. Что же вы так, слушатель? Может, еще он это сделал 67212-93-9, буквально вот очень быстро мы примем с удовольствием ваш вопрос, если вы позвоните. Называли тут всякие знаки, ни разу не назвали рыбы. А вы же рыба у нас. Рыба, это у меня по поводу рыб, в ЖЖ есть несколько статей, очень рекомендую. В моей судьбе... Ваш день четверг. Да, это точно. Совершенно правильно, в моей судьбе этот знак исключительно значим, и я по жизни всегда связан с рыбами. И мама у меня рыба и так далее. Значит, это знак волшебный, удивительный, исключительно тонкий, музыкальный, мечтательный, идеалистический. Верный, верящий, тонкий, сенситивный и так далее до бесконечности. А вот нам, товарищ, все-таки дозвонился. Да, да, дозвонился. Здравствуйте. 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 Вы меня слышите, да? Я в приемник выскучила. Алло. Да, я слушаю вас. Я хочу сказать, что я вот изучала, ну не изучала, а так просматривала гороскопы, и все это ерунда, кроме тибетского. Вот тибетский, да, действительно все совпадает. Вот так вы на это ответите. Я скажу, да, то, что я думаю. Ну, просматривать гороскопы, видимо, вы не могли. Вы просматривали либо характерологические какие-то описания, либо прогнозы. Значит, вам повезло, если вы нашли источник, где носители этой традиции умудрились что-то внятно вам спрогнозировать. Или узнаваемо описать какой-то характер, который вам знаком. Должен сказать, что я знаком с многими системами. И тибетской, и западной классической, и отчасти индийской, и другими. И каждая из них самодостаточна. Никогда не надо путать астролога, возможности астролога и возможности астрологии. Астрология – это дисциплина, дающая невероятные возможности. Астролог, прежде всего, человек. Поэтому, если вам не повезло с человеком, вы можете услышать ерунду и от тибетского астролога, и наоборот. Да, Тибет не гарантия. Есть качество. И качество, да. Ну что, стремительно подходит наша передача к концу. Конечно, мы, как всегда, всего не успели. Будем рады, если вы к нам согласитесь еще прийти, когда-нибудь в гости попозже. Может, какие-то сможете нам сделать прогнозы, может, на родину нашу, а может, про Мишу чего-нибудь скажете. Или про меня, да-да-да. Ну, значит, какое наш будет резюме суровое? Значит, астрология – это не наука. Я понял. Вероятно, да. Но это нас не останавливает. Гостям нашим мы очень довольны. Проверили, значит, знаки свои. Он понимает все-все обосмысленное. Говорить его очень приятно. И наверняка людям будет послушать. Приятно 15 июня в 6 часов в малом отеле, в малом зале отеля «Рика» просить и посетить семинар. И обрести золотой ключик счастья. Проверили анонимус, пишет Соколовый, министр культуры и образования. Вот, и решили. Был в России. В России был, да. А, это не я. Вот лучшие люди, да. Спасибо вам огромное. Всем спасибо. Все хорошо. Все хорошо.